МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что ж, друзья, сегодня пятница. О, какой хороший день! 19 апреля, и мы продолжаем делиться идеями, как завершить последний рабочий денек. Да, пятница – прекрасный день, чтобы навестить дома порядок. Простой способ почувствовать себя лучше и сделать окружающее пространство приятнее. Час-полтора работы, а сколько удовольствия! А самое главное – не приходится оставлять это на выходные. Можно строить любые планы, по-настоящему отдыхать и не переживать о домашних делах. Да, если вы еще этого не сделали, то время пришло. Пора доставать легкие вещи – белые кроссовки, жакеты, футболки, майки, я не знаю. Сапоги и ботинки можно убрать подальше. Надевайте все весеннее и отправляйтесь подышать свежим воздухом. Новый сезон можно считать уже открытым. Точно. Но если сил к концу дня для всего этого все же не осталось, значит, надо отоспаться. Ложитесь спать раньше обычного и отдохните как следует. Особенно, если на неделе с этим было так себе. Да. С новыми силами вы с легкостью сможете сделать все дела, о которых мы говорили буквально за полдня субботы. И у вас будет достаточно времени, чтобы посвятить время себе и провести прекрасные выходные с семьей или с друзьями. Или вы можете принять участие в полезных мероприятиях для нашего города, таких как эко-акции, и получить за это еще и приятный бонус. А где вы будете полезны и как получить, например, билет в цирк, сейчас расскажет Дильнара Зинела. Ни для кого не секрет, что цирковое шоу – это очень яркое, красивое и волшебное зрелище, на которое хотят сходить не только дети, но и взрослые. Ну а сейчас я с вами поделюсь таким небольшим секретиком, как получить бесплатно билеты на такое вот яркое событие. Вам всего лишь нужно собрать 15 пластиковых бутылок и принести их в наш казахский государственный цирк. А потом эти бутылки обменять на билеты крутого шоу. Данная акция запущена в рамках экологической акции «Алмата – наш общий дом». Казахский государственный цирк запланировал эту акцию, поменяя пластиковые бутылки на цирковой билет. Сами знаете, то, что пластиковые бутылки перерабатываются больше, ну, вроде она не излагается, их надо перерабатывать больше ста лет. Поэтому мы за чистый город, за красивый город есть люди, которые, во-первых, воспитание молодежи, детей, чтобы мусор, свои бутылки не выбрасывали на улицу или где-то возле урны. Вы только посмотрите, как наши горожане заинтересованы этой акцией и сколько бутылок уже собралось. Я думаю, приятно с полезным совместить, это очень хорошо. По сегодняшнему мы где-то собрали около тонны пластиковых бутылок. Завтра по окончанию акции мы поедем, будем сдавать это на переработку, чтобы в городе не было много мусора. Лучше на какую-то пользу переработали эти пластиковые бутылки. Известно, что пластик разлагается около двух сотен лет. Попадая в землю, пластмассы распадаются на мелкие частицы и начинают выбрасывать в окружающую среду химические вещества. Поэтому стоит бережнее относиться к экологии. Решили собрать у себя во дворе бутылочки. Причем было желание приобщить детей к этому делу, чтобы соблюдали чистоту. Но они у меня всегда выкидываются в мусор. И сегодня ушли из садика пораньше, чтобы специально приехать сдать бутылочки. Таким образом, собирая мусор всеобщими усилиями, мы можем хоть как-то помочь экологии. Хорошая вообще на самом деле инициатива. Людям нравятся такие, конечно, акции. И плюс, ну я уже давно вообще в системе сортировки вторсырья. Мы в другие какие-то организации сдаем. А тут еще и вот такой приятный бонус. Безусловно, такая культура в обществе прививается годами. Но стоит начать с малого. И экоакции становятся хорошим примером для подрастающего поколения. Мы собирали дома разные бутылки, которые мы находили. Некоторые бутылки покупали, выпивали из нее воду. Мы вообще с мамой увидели на инстаграме эту, так скажем, продукцию. И нам очень стало интересно. И вот мы начали собирать бутылки. Также эту акцию пришли поддержать и артисты казахстанского шоу-бизнеса. А так как сегодня последний день, то успеете принять участие в нем и вы. С 15 апреля начали акцию. Она продлится до 19 апреля. Время приема с 10 утра до 5 вечера. Наши сотрудники здесь постоянно принимают бутылки и раздают билеты. Спасибо. И вот и все. Я получила свой долгожданный билет и приду на шоу 26 мая. Жду не дождусь. Слушай, отличный сюжет. Из него я узнал, да и, собственно, я и вижу, что такая беспрецедентная какая-то акция или челлендж. Что все алматинцы в одном порыве так активно занимаются нашим городом, чистотой. Наводят блеск. Вот эти эко-акции, это же потрясающе, как здорово. Да, и что самое хорошо, что самое приятное. Вот даже дети этим заинтересованы, потому что их здесь-то приучают. Есть бонусы приятные. Пошел, сдал, получил, еще гамбургер, например, что-то такое. Да, вкусняшку какую-то, я уже не говорю о билетах в цирк. Это очень приятно, это очень приятно. Естественно, люди не из-за этого сдают, там быть, бутылки пластиковые, а просто это тоже приятный бонус. Да, вот настал тот момент, мне так нравится, что это происходит сейчас с нами. Прямо вселяет оптимизм. Так держать, друзья. И самое главное, не сорите и, пожалуйста, не плюйте мужчинам. Да, да, да. Это самый бич, бич, бич нашего города и вообще. Ребят, ну а пока вы думаете, где же взять те пластиковые бутылки, иди еще убрать мусор, мы посмотрим рекламу на канале Алматы, а потом, ну, и соединемся в нашу студию. Субтитры сделал DimaTorzok Да, слышали бы сейчас эти гости, которые приносят эти подарки, да? Пусть слышат, пусть слышат. И делают соответствующие выводы, да? Конечно. И тут возникает вопрос, что делать с этим дальше? В первую очередь надо понимать, что оставлять у себя бесполезные или ненужные вещи, которые еще и вызывают неприятные эмоции, вовсе не обязательно. Даже бесполезным, на первый взгляд, вещам чаще всего можно найти применение. Например, можно продать, выставить все, что вам не подошло, на разных интернет-ресурсах, а эти деньги потратить на то, что вам, ну, действительно нравится. И считайте, что этот подарок вам сделал друг или коллега. Да, также есть еще один вариант. Просто отдать ненужный для вас подарок. Свитер вам оказался мал, зато будет хорошо, подойдет племяннику. Если вещь целая и качественная, вполне можно передать ее кому-то другому. Ну, главное, чтобы вы не стали продолжателем традиций дарить ненужное и бесполезное. Но иногда в этой категории есть подарки с очень шуточным подтекстом. Их дарят, чтобы повеселить получателя. И тогда такие подарки становятся дорогой сердцу вещью. И давайте сейчас посмотрим подборку шуточных подарков, которые делали селебрити друг к другу. Интересно, посмотри, давайте, посмотрим. Дарить книги, свечки и сервизы довольно банально. Поэтому, наверное, нужно поучиться у звезд, ведь они дарят друг другу безумные подарки. Давайте разберем, кто и что подарил. Напарник Робби по фильму «Отряд самоубийц» Джаред Лето так вжился в роль Джокера, что решил подарить Марго на Новый год живую крысу. Ой, мне зачем она? Кстати, Уилл Смит он подарил настоящие пули. А вот близкая подруга Джексона, Элизабет Тейлор, как-то прилетела к нему на ранчо Неверленд на вертолете и подарила Майклу, не поверите, слона. Да-да, самого настоящего слона. Сама Тейлор была одета как цыганка, поэтому слона Джексон так и назвал – джипси. Это был лучший подарок, который я когда-либо получал, как-то признался Майкл. Спустя 10 лет после развода с Анжелиной Джоли, Билли Боб Торнтен признался, что однажды она подарила ему кулон в виде маленького сосуда и купила такой же себе. Они наполнили их кровью друг друга и носили на шее, пока не развились. Оригинально, но шутковато, мне кажется. В 2013 году на День всех отцов Канни Уэс получил в подарок от любимой Ким ни Роллс-Ройс, ни золотые цепи и даже не пару кроссовок. Жена подарила рэперу две мышки для ноутбука. Как раз-таки они были с автографами. А вот Канни преподносит подарки внушительные. На свадьбу рэпер подарил Ким Кардашьян 10 Бургер Кингов в Западной Европе. Надо признать, он всегда был оригинален. Но Леди Гагу никто, пожалуй, не переплюнет. Когда она снималась в пятом сезоне «Американской истории ужасов», певица преподнесла режиссеру сериала Райану Мёрфи сумку, наполненной своей же рвотой. Так сказать, подарила частичку себя. И это не шутка. А бывшая жена Райана Рейнольдса, Скарлетт Йоханссон, как-то подарила актеру ожерелье из человеческих зубов. Интересно, Блэй Клайв ли ее уже переплюнула? Опра Уинфри, блистящий журналист, и Эллен Дедженерес решила лишний раз напомнить ей об этом на 60-й день рождения ведущей. Она подарила ей портрет, выполненный стразами. Говорит, сделала сама. Но мы в этом что-то сомневаемся. И это была подборка самых безумных подарков. Ну а вы, ведущие, как думаете, какой подарок был самый оригинальный? Ну что ж, дорогие друзья, мы посмотрели очень полезный сюжет, а теперь наступило время Икс. Почему Икс? Потому что у нас сейчас неизвестные гости и очень, кстати, приятные. Итак, в нашей студии сегодня заводчица невероятной породы кошек мейн-кунов Алена Куликова. Ой, как мы ждали этой встречи. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Не знаю, может ли ее глажно. Здравствуй, здравствуй. Укусик. Нет, привет, доброе утро. Обычно кошек без страха трогаешь. Какая хорошая. Хороший. Ален, садитесь, пожалуйста. Ой, спасибо, что вы пришли к нам. Ой, кусочек природы живой. Давайте представьте теперь вы нашего гостя. Он полноценный гость. Это гость или гость я? Да, гость. Это мальчик, ему 10 месяцев, будет расти до 3 лет. Это уже 10 месяцев до того. Да, это вот у нас 10 месяцев, зовут его Тайса. А как вот их кошек вообще измеряют? От лап до лап или прям от головы до хвоста? От носика до хвостика, до кончика. А на сколько он в смысле еще вырастет? А вообще они растут до метра и больше. Самый-самый крупный, это был метр 23 сантиметра. А какой же вес? Как его зовут, интересно? Тайса. Как, Тайсон? Тайсон. Вау. Боксер. Боксер будет. Он что, кому-то уже набил морду, да? Нет, они очень добрые. Кошачью морду. Они очень добрые, ласковые. Они няньки хорошие. Слушайте, ну, все по-особому относятся к этой породе, но вот я, например, вообще не знаю, откуда эта порода, что означает название Мэйн-кун. Мэйн-кун, они произошли в 1861 году в штате Мэйн, это США. Очень много теорий есть, есть теория, что скрещивание рыси с кошками, есть енотовая кошка, но по генетике говорят, что это абсурд. Все-таки это кошка. Да, скорее всего, это было то, что фермеры в США именно, они разводили разных обычных короткошерстных, главное, чтобы они хорошо ловили крыс. Да. Да, и когда в США прилетели более богатые слои населения, они привезли ангору, привезли больших крупных пород кошек, и вот эти короткошерстные, как слияние получилось бедных и богатых, короткошерстных, которые хорошо охотятся, и длинношерстных, ангоры и все остальные, и путем, естественно, отбора природы получилась вот эта красота. Даже там иерархия, да, есть у кошек? Алена, вот вы сказали о том, что самая максимальная длина, не роста, а длина котов или кошек метр двадцать три, да? Да. А какой фиес самый максимальный убирает эту породу? Форрикор Дигинеса 22 килограмма. 22 килограмма? Да. Ого. Но вообще в среднем они где-то, кошечки, идут от шести килограмм до девяти, стерильные кошечки до 15-12 килограмм, как и мальчики до 15-17 килограмм. А по каким критериям именно оценивать именно эту породу? Да, чем она отличается, да, от других пород? А вот, например, мы уже 8 лет, получается, занимаемся, и я только недавно узнала, что есть гигантский ген, то есть это прародители, которые полидоктия. Есть классические кошки, они где-то в среднем до 9-10 килограмм. Но у кого идет гигантский ген, они более крупнее, и они именно до 15-17 килограмм вырастают. У Татьяна есть этот гигантский ген? Да. Мама, видели она мелкая какая? Мы хотели бы на маму посмотреть, конечно. Да, она вот там где-то находится, да? Ну, сейчас ее принесут. А, уже в клетке сидит, да? Таких независимых, да? У них очень страшный вид, ну, суровый такой взгляд. Да, устрашающий. Страшающий. Но они очень добрые, очень ласковые. Они как компаньоны. Они знают команды, их можно обучить командам, они могут тапочки вам приносить. И что? Да, могут нести пеначки. Поддаются дрессировки, хотя кошки очень сложные, да, в этом смысле? Очень хорошие няньки, и у них инстинкт именно защиты. Если вот вы гуляете, например, дома в Аграде, и собака есть, она всегда станет между вами и собакой. Вот это да. Еще и защитник. Скажите, пожалуйста, как давно вы стали заниматься? 8 лет. 8 лет, да? А вообще, это просто вы занимались разведением кошек, а потом мейн-коном? Или сразу начали с мейн-куном? Сразу с мейн-куном. Нет, получается, я когда вышла замуж, я очень сильно упросила мужа кошек, потому что у них не было дома, а я росла всегда с обычными дворовыми. У меня была мечта большая пушистая кошка, именно мейн-кун. Я, получается, его уговорила, в этот же вечер я начала искать, нашла заводчицу, договорилась с ней встречи, мы в 11 ночи поехали за нашей первой кошечкой. Мы ее забрали и решили, я не знала, что желательно стерилизовать, думала, ну это все на потом. Думаю, один раз пусть она мне покроется, я посмотрю, как пойдут котята. Когда она у меня покрылась и катилась, на удивление, очень быстро разошлись. Вы тоже с мейн-куном нашли, да? Да, конечно, да, от чистокровного. Распродала, получается, котят, очень сильно влюбилась в эту породу, какие они мамки, какие они добрые, как они начали к ребенку к моему относиться. И мы все-таки решили расширяться. Отлично. А скажите, Ален, нам интересно, чисто меркантильный такой вопрос, какова стоимость бывает максимальная, минимальная на майкона? Вот если кто-то захочет купить. От 500 долларов до 1600-2000 долларов. Но, смотрите, в месяц мы привозим котят в клуб, они оценочную стоимость по генетике, ну, по родословной, по их породным данным, по их, получается, окрасу, по поставке ушей, все полностью смотрят и ставят оценочную стоимость. То есть, если, например, котенок 500 долларов стоит, я его могу продать до 500 долларов, но не выше, иначе меня могут засудить, потому что котенок на эту сумму не тянет, да, поэтому клиенты должны всегда смотреть на метрику. В метрике стоит цена максимальная, выше не можем, я могу даже подарить его, по идее, это уже как бы мое право на любую сумму, но не выше оценочной. Понятно. Скажите, пожалуйста, а вот вопрос такой, вот есть такое мнение, я не знаю, да, но говорят о том, что маякуны не мяукают. Да, они курлыкают. Курлыкают? Мурлыкают, так, урчат, как бы, да? Слышали, как гепарды зовут? Нет. Вот я вчера проходила, смотрю гепард, что-то не прислушиваю. По телеканалу. Ну да, я шучу, конечно. Нет, вообще они как гепарды и как леопарды, когда мамка зовет своих детей, они как бы прям вот курлыка, прям курлыка, я не могу это произнести, конечно, и они считают. Как обычно кошки делают, да, такой гортан или другой совсем звучит? Нет, именно курлыка нет, прям как гепарды, можете потом загуглить, посмотреть, как гепард зовет малышей, они также курлыкают. То есть вот эти вот заполненные интернет вот этими звуками кошачьими, как они воспроизводят, человеческие, у них этого нет, да? Нет. Как можно сказать, они молчаны? Да, они молчаливые очень. Они начинают кричать в основном только когда гуляются, когда у них сезон, пик, они очень сильно кричат, они, можно сказать, что как будто бы демона вызывают кошки. Ужасный звук, я первый раз испугалась, потом мне сказали, это норма, не переживай. А сколько продолжительность жизни, вот меня всегда это интересует, сколько она при хорошем? Вообще, я вот раньше, когда хотела заниматься, читала, что они падки на болезни, но вот за 8 лет в детстве у нас ни разу такого не было, чтобы кошка заболела, потом вот с клиентами общаюсь, они говорят, нет, у нас всегда все здоровенькие, все нормально, кошки. Поэтому говорят, что в домашних условиях они могут до 20 лет, в основном 16,5. А вот еще есть такое мнение о том, что майкуны постоянно что-то копают, даже, говорят, воду копают, да? Да, это у них осталось говорить про родителей, то, что в дикой природе кошка, когда к пруду подходит, ей, чтобы попить чистую воду, ей надо лапой раскрасить листья. И у них это здесь заложено в голове, и она подходит к чистой миске и начинает так вот лапкой копать. Прямо по воде делает, намочит лапки, только после этого начинает пить. Все делают так, майкуны. Скажите, а вот если, например, в семье есть дети маленькие, можно ли заводить майкуны? Если нет аллергии, то конечно. Они не альтернативные, детям нормально, да? Нет, они наоборот защищают. Защищают, нянчатся, ложатся рядом. И когда они играют, например, если со мной играют, они могут меня поцарапать где-то, ну, кошка же, естественно. Конечно. Но когда они подходят к лицу, они убирают когти и только подушечками пробуют. О, какая прелесть. Безопасные кошки. Чувствуют детей и понимают. А скажите, вот что бы вы сказали тем людям, которые вот решили завести майкуна? О чем-то предупредили, что-то посоветовали бы? Ну, это такая кошка, что не получится, что вы ее завели. И там то, что у вас на столе есть, им нужны специализированные корма премиум-класса. Потому что эта кошка очень крупная. Значит, это все-таки затратное содержание этого животного. Ну, я бы так не сказала. Я могу даже вам, например, посчитать сейчас 45 тысяч мешок. Он одному майкуну на полгода хватает. А, ну, нормально. И можно не давать никаких добавок. И они не прожорливые, да, особо? Нет. Так как корм премиум-класса и супер-премиум-класса, он очень обогащен витаминами, минералами, он чуть-чуть покушает, ему этого хватает. А не часто, но по чуть-чуть. Буквально миска в течение дня уходит у него. Поэтому очень классно. А что еще особенного? Вот есть именно у вашего Тайсона какие-то особенности, забавные какие-нибудь там его привычки? Они ходят по питанию, как собачка. Даже в уборную, когда ты идешь, они сидят у за дверей, ждут, как ты сделаешь свои дела. Ни на минуту не оставляют себя в покое. Но они чистоплотные еще, к тому же, наверное, да? Чистоплотные, да, очень чистоплотные. А ну-ка опустите его сюда, если он, что он будет делать? Посмотрим. Ну, на маму будем смотреть или ладно уже? Ты какой ты красивый. У них тело длинное, да? Да. Отличается. Длинное тело. Есть еще, знаете, два вида. Есть американский тип, есть европейский тип мейн-кунов. Американские, они более пушистые. У них очень крупная грудная клетка и широкие лапы, пушистый хвост. Давайте занесем маму. Покажите нам маму уже. А это американский или не американский? Это американский. Видите, какой у него хвост пушистый? Вот она, мама. Сколько у нее уже детишек-то у мам ваших? Она уже, получается, восьмой раз у нас скатилась. Она намного меньше. Восьмой раз, скажем. Можете посмотреть на нее. Она недавно после Кесарева. Ой, какая краса у нее какой шикарный. А ее как зовут, мамочку? Маркиза. Маркиза? Да, это Маркиза. Ну, это какая ты хорошая. Кстати, интересно, все-таки она по размеру меньше. А у них отличаются кошки меньше, чем коты, да, получается? Вот у нас несколько кошечек, которые не Маркиза, у которых другая геметика. Они почти все, как Маркиза, размерами, классические. Но Маркизы на дети все крупные. Вот сколько лет ей? Ей, получается, восемь. Восемь лет, да. Восемь, получается, она намного меньше, чем вот ее сын будет, да? А когда, какой, как это говорится, сколько котят у нее бывает по милотиле? Она у нас многоплодная, потому что самое много, она 11 котят принесет. 11! Вообще, в среднем, я тоже как бы и читала, и со своими заводчиками, друзьями общаюсь, у них максимум 6 котят. 5-6, некоторые по 3 приносят стабильно каждый год по 3 котят. Так она мать-героиня, понимаете? Мать-героиня просто вообще молодец. Нет, два раза. Многие заводчики делают три раза. В год три раза рожают? Многие так делают, я не делаю, потому что, все-таки это стресс очень сильный. Это правильно, вот вы молодец. Потому что она вот худеет, она приняет. Да, нельзя так вьюзать вообще животных. Нельзя, всего два раза мы ее вкроем. И партнер у нее, жених один? Нет, разный. Разный? Все понятно. А-а, значит, это понятно. Ну и скажите, какую радость приносят животные в доме? Ну вот сколько у меня было животных, никого больше не хочу. Только мей-героиня. Со всеми, с кем общаюсь, говорят, это любовь. Потому что она вам и собаку заменяет, и няньку заменяет, и компаньона. Ну если она даже тапочки приносит, друзья мои. Компаньоны заменяет, они очень умные. Вот, умные, да. Если вы хотите, чтобы она что-то сделала, если это ей не надо, она это не будет делать. А вот по поводу шерсти, все-таки так же падает шерсть, да? Нужно быть чёсткой поставленной. Конечно, конечно, да, это же можно. Может, она специально, и шерсть не выпадает вообще? Нет, нет, нет. Есть экспресс-линки. Это у сфинцев, по-моему, только. А, ну да, у тебя вообще шерсти нет. Есть экспресс-линки, и можно к грумингу возить, на груминг. Но, например, если этот кот, например, кастрат и стерильный, ему очень часто придется делать, потому что у него гормональный фон в порядке, в принципе. Он не рабочий, у него не будет такой прям обильной линьки, как у рабочей кошки. Рабочие кошки, они, во-первых, чуть меньше, они худеют, толстеют, лусьеют. Он не рабочий, то что он кастрат, да? Да, потому что у него нет вот этих вот пастратов. Работы-работы-гормонов. Теперь я знаю, как называют нерабочие. Ой, слушайте, мы бы бесконечно, Жаннам, хоть мы и собачники, но любим кошек, говорили бы о ваших чудесных питомцах, но время у нас, к сожалению, ограничено. Спасибо вам. Спасибо, Тайсон и мама Маркиза. Будьте здоровы, живите долго-долго, и любите своих хозяев. Друзья мои, ну вот мы с вами сейчас прервемся на короткую рекламу, и у нас очень интересные гости впереди. Не уходите далеко. Ну что, дорогие друзья, как и обещала Гульнара, у нас замечательный гость. Еще сегодня, еще необычное такое... Событие в ее жизни. Да, событие, о котором мы узнаем чуть позже. И когда к нам в гости пришла пианист, педагог, профессор, народная артистка Республики Казахстан, невероятная женщина Женья Аубакирова. Классно, вот согласно. Позвольте, от нашей программы, там же студия канала «Алматы» пожарит вас с днем рождения. С днем рождения, Женья! Спасибо. С днем рождения. С чумового настроения. И чумового настроения. Ну как вообще? Женюш, чумовое настроение? Сейчас будет чумовое настроение. Я представляю... Знаете, если честно сказать, да, Женью, отвечающую под эту песню, это вообще не сочетаешь. Первое поздравление сегодня было от моих внуков и детей в 7 утра. А я только из ванной вышла. Какая прелесть. И маленькая девочка, которая полтора годика, она так рано никогда не вставала в таком возбуждении было. Это потрясающе было. Самое прекрасное, что можно проснуться в этот день с голосами своих самых родных и близких людей. Ну, кое мы заговорили о внуках, сколько у вас сейчас? Вообще у казахов, говорят, не принято. Не принято? Количество говорить. Но много. Много? То есть не один. Много все-таки. Так, и это же еще не предел. Не предел. Вот почему нельзя говорить. А, хорошо. Конечно. Слушайте, ну день рождения. Есть какие-то традиции, кроме того, что в 7 утра звонят? Будешь отмечать? Ну, нет, потому что... Я вот чуть-чуть совсем для близких. Совсем для близких нужна бокал вина, шампанского. Потому что у меня репетиции, у меня приняли концерты. Вот я послезавтра улетаю в Астану. И в Астана опера буду играть. Потом в Караганде я любимый играю. Потом в Астане я тоже любимый, конечно. И в театре оперы и балета имени Абая я играю 30-го числа. С потрясающим коллективом. С руководителем Галхар Мужзапековой, Камерата Казахстана. Играю Баха, концерт, играю Шопена. Они играют сами Чайковского, еще что-то. В общем, такая вдохновенная 10-ти дневка ожидает. А, это классно. Да, ну, как раз мы забыли, конечно, Акибак. Мы тоже вместе работали, концерты проводили вместе. И, конечно же, Женя. Ну, знаете, естественно, вот Гульнат сказал о том, что с годами, которые Женяхо, это день рождения. Нет, с годами радуешься, когда ты работаешь в этот день, что ты еще... Да, да, да. Встречать день рождения на съемочной площадке или на сцене, это самое большое, по-моему, счастье. Это правда. У меня таких было несколько, когда вот прямо в день концерта ты с утра репетируешь. Там, ну, большие проекты были с иностранцами тоже, да. И, в принципе, становится даже традиционным. Особенно в этот день играть. Я вот и хотела сказать, вот это и есть традиция. По-моему, у тебя свой день рождения отмечать на сцене. Просто в этот день классно. Ну, сегодня нет, но сегодня репетиция. Просто так получилось, что... Ну, все равно, сразу. Репетиция, работа, во всю работа. Работа. Женя, вот мы говорили сегодня не только о кошках, которых, видимо, видимо, да? Мы сегодня говорили о подарках. Ага. А ты так удивилась. О ненужных подарках говорили мы сегодня, да? Вот у вас были какие-то такие курьезные случаи, когда мы подарили подарки, и мы не знали, что с ним вообще делать. Наверное, от поклонников были. Да, да, да. Может, нелепый какой-то. Да, да. Ну, есть у меня один подарок. До сих пор не могу понять, что это такое. И та женщина, которая мне подарила, она тоже не знает, что это такое. Я не спросила. Мы все собираемся встретиться и узнать, что-то такое в коробочке, что-то технологичное. А, так вы коробку даже еще не распаковывали. А, понятно. Ну, там распаковка. Какой-то габисть. Да, а подарить тоже не знаю, что там лежит вообще. В общем, бывает такое. Ты сама любишь больше получать подарки или дарить? Конечно, и получать люблю тоже. Потому что, как всегда, как всегда. Ну, я больше люблю дарить. Дарить. Ну, это немножко, да, как-то, мне кажется. Нет, да, да, немножко. Я люблю дарить в том числе и получать тоже, потому что мне нравится, знаете, это ощущение, вот, когда кому-то подаришь, и человек сразу как ребеночка становится. Да, точно. Начинает так рассматривать. Да, да, это можно. Знаете, вот интересно, Женя, ну, вот опять же о подарках, да? А как вы выбираете, по какому принципу выбираете подарки тому или иному человеку? Ой, ужасно трудно. Ужасно трудно, потому что вот у меня сын, он специалист по подаркам, вот он понимает, что нужно. Он как-то вот находит информацию, что требуется, все, да? А у меня традиционно, мне кажется, традиционно. Что-то такое, ну, украшения всегда хорошо, парфюм, платки. Ну, очень традиционно, да. Некоторые люди говорят, говорит, самый лучший подарок – это деньги. Никто не скажет, что они у меня уже есть. Во всяком случае, сейчас… Современный тренд, да, деньги. На Каспий. Да, вообще удобно, никуда не ходишь, сказать, Каспий. Слушай, ну вот ты рассказала, 10 дней у тебя марафон прям такой. Да, да. Что-то еще? И одновременно идет… Что еще нового? Идет, знаете, мои коллеги решили делать какие-то зарисовки документальные. Из этого может получиться фильм. И это, знаете, это вопросы, которые мы никогда не получаем от журналистов. Ну, вот такие, обычно же мы получаем общие вопросы, а здесь такие специализированные. Ох, это классно. По-моему, это так интересно. Что вас наполняет? А что для вас там… Ну, музыка что-то или там… Нет, разные. Коллеги придумали по 40 вопросов мне и 40 вопросов Гауха. А вопрос шикарный, интереснейший. А ты что, неужели такое появилось? У нас такие журналисты. Это не журналисты, это мои близкие, это команда моя. А, вот. А они сейчас уже есть шикарные камеры. Вот как раз журналисты задают общие вопросы. Журналисты, к сожалению, общие вопросы. Ну, и людям не особенно интересны, мне кажется, такие наши специализированные. Я не знаю, это может быть нам интересно, а может быть и будет людям интересно. Нет, это людям будет интересно, потому что, действительно, это же у каждого совершенно свой мир. Мир, да. Да, индивидуальный. И сейчас вообще многие интересуются в глубину, как бы предметы пытаются посмотреть. Девушки, я вынужден прервать вашу беседу. Ну, сейчас небольшая реклама на канале «Алматы». Ладно, давай, 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 давай. Ты посмотри рекламу, а мы с жене ее поболгаем. Да, 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 да. Сейчас реклама на канале «Алматы». А я расскажу после рекламы, расскажу, что я хотела. Ну что, дорогие друзья, пока что реклама, вот мы беседовали оживленные вместе с нами с нашим любимым музыкантом, жене ее, кстати, с днем рождения еще, кто не слышал. Да, вот ее, может быть, ноги побаиваются, журналисты, наверное, поэтому волнуются, общие вопросы отдают. Но она с потрясающим чувством юмора. Я ей сейчас сделаю комплимент, говорю, ты вообще не меняешься. Она сказала, ну, конечно, я же такая консервативная. Не меняйся, вот шутка, вот ответ какой потрясающий. И говорит, что и внучка с чувством юмора таким. Женя, вот мы сегодня, вы говорите, у вас приколисты все, приколисты в семье, да и вы сами приколыте. А вот мы хотим приколыться так. Бывает, что во время концерта вы забываете ноты какие-то. Ой, это самое страшное, это не тема для прикола. Это так страшно, это такой страшный сон. Это вот такая дырка здесь получается. Ну нет, в принципе, в таких страшных аварий, которые я видела у других музыкантов, у меня не было. Но иногда вот бывают какие-то... А ты знаешь, почему? Это же труд, 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 труд. Это, нет, это на самом деле еще координация. И еще координация, да. Координация, потому что эти две руки, которые разные вещи делают, и если ты, не дай бог, вдруг начал думать об этом... Да. Ага. Если, не дай бог, если ты что-то вдруг, ну, как-то из вот этого уровня, где ты там находишься, где ты там паришь, и общим потоком в полете, да, если ты вдруг, а что делать? Ой, вот это все нельзя. Поэтому эту мысль нельзя. У рук собственный мозг. И поэтому я... Кстати, я вот сейчас... Да ты хотела сказать. Я хочу сказать, что я чем только не занимаюсь, да, я как только не пишу, что только не играю. Но сейчас же так много возможностей делать видео, да? Там рилсы, все-все-все в рилсы, все в сторисах. Каждый шаг в своей жизни можно вкладывать. Но почему я до сих пор не сделала то, что я умею делать руками? Вот это моя профессия. То есть, знаете, вот как держать так, как так, какое положение тела, кисти, как вот такой пассаж делать, как легато делать. То есть это вот моя именно технология. Техника именно. Техника и технология исполнительская. Моя собственная, которая получена от нескольких школ, знаменитых фортепианных школ, да? И я на своих мастер-классах делюсь. Но я хочу сделать видео, чтобы это было... Обычно это как видеоуроки, что ли, или как... Да не уроки даже, но просто вот зарисовки, что... Да, потому что вас снимают, в основном же слушают люди, да? Из чего состоит вообще моя профессия? Потому что большинство людей в Казахстане, ну, так, шутя, наверное, говорят, как ты столько нот играешь? Да это вообще не важно, сколько я нот играю. А как я их играю? Каким способом? В чем получается? В крупном плане снимать, это как раз шикарная идея. Как подходит это вот перед концертом всегда ты все свои навыки. Заново как бы вспоминаешь, потому что ты, когда только начинаешь готовиться, ты это все вообще абсолютно растрепано. А потом все вот так, собирается, собирается, вот это вспоминается, вот это вспоминается, вот этот. На рояле нельзя вовнутрь, всегда нужно из рояля, да? Ну, это интересная вещь, да, очень интересно, очень красиво. И как? Надо заняться эти? А сейчас мы купили такую камеру, которая в любой момент, хорошее качество, какое-то 4К, еще диджит, что-то такое. Ну, в общем, конечно, она портативная. Да, конечно. И она даже, когда мало света, она хорошо поснимает. Ну, то есть, и должно быть красиво. Ну, да, профессионально. И чтобы в любой момент, когда мне хочется, не так, что вот я настроилась, я буду сидеть. Села так, записываю. А то, когда вот я работаю, в какие-то моменты. И вот сейчас наши репетиции с Гоухар тоже снимают, и это так интересно. Потому что концерт – это конечная точка, а вот подготовка концерта – это самое интересное. Женя, у меня… Вы актеры понимаете. Да, Женя, вот у меня как-то не было возможности, может, даже невозможности, просто не было такого, не возникало такого вопроса, как сегодня. Вы же говорите, мы приколисты, и такие задуманные, да, может быть, глупые вопросы. Вот вы как музыкант, вы как пианист, пальцы – это ваш инструмент, правильно? Вы какое-то вот особое внимание уделяете своим пальцам, вы не моете посуду, не подметаете, не это… Или как-то вы так относитесь, как-то так вот… Каждый день утром я готовлю для собаки, я готовлю для мужа. Я вообще люблю готовить, естественно, это большое количество и посуды, которые надо… Ну, что-то в машинку, а что-то руками. Ну, конечно, в перчатках. Но вот эти истории, когда говорят, что вот так вот нельзя, я всегда их разоблачаю, говорю, все, можно, все, можно. Эти ручки знали все. Вы смотрите. То есть нет такого прям трепетного «я не могу это сделать, потому что я берегу свои пальцы». Ой, это же такая постанова. Да вы что, понятно, всех разоблачили. Ладно. Знаете что, Женя, у нас есть Наталья Корноухова, таролог, астролог. Мы с ней давно дружим, она выходит у нас по понедельникам, дает нам картами своими таро, потрясающие расклады. Мы ее обожаем, потому что это все целая наука, мы поняли, и все сбывается. И дает она нам хорошие советы. И вот она сейчас выйдет с нами на связь, мы поговорим с ней, и у вас будет возможность, какое-то желание или вопрос какой-то, и карты вам ответят. Хорошо. Доброе утро, Наталья. Доброе утро. Доброе утро. У нас прекрасная Женя у Бакирова. Представлять вам, я думаю, нет никакой надобности. Конечно. Все ее знают. Я не знаю, вы слышали, Наталья, у Жени и сегодня день рождения, и шо. Ну что ж, с днем рождения. У нас будет отличная возможность какой-нибудь приятный сюрприз сделать. Давайте, наверное, начнем с вопроса. Какой-то праздничный. Загадайте что-то, что вам хочется очень-очень. Не озвучивайте, не нужно, и посмотрим, что делать для того, чтобы это получилось реализовать. Женею же, да? Не нужно озвучивать, чтобы получилось. Хорошо. Так, Женею же задумала? Задумала. Так, все, мы готовы. Давайте смотреть, влюбленные. Смотрите, это старший аркан, сразу старший аркан, очень крутая карта. Это партнерство. То есть вам вообще не нужно для достижения вот этой цели, не нужно действовать в одиночку. Здесь нужно действовать в партнерстве. Причем желательно с человеком, либо с которым у вас отношения, муж или родственники какие-то близкие. Но так или иначе в одиночку вы это не хотите. То есть найдите человека, которому доверяете, идите. И здесь будет очень высокая степень вероятности. Девятка Пентакли это абсолютный успех, особенно для женщины. Особенно здесь очень важно свою индивидуальность сохранять. Вот здесь интересный момент. Идти в партнерстве вдвоем, но сохраняя свою индивидуальность. Не забывать про себя. И все получится наилучшим образом. Какой оптимистичный прогноз. Отлично. Ну-ка, ну-ка, Женюш, как вот? Точно вот что-то... У тех, кто вот в день рождения, да еще с таким, с улыбкой, все. Бывают какие-нибудь такие пожелания? Ой, ничего у вас не получится. Зря вы это загадали. Бывало такое. Бывает такое? Конечно, бывало. У нас братец видел привет, ему сказали, ой, через лет так 10 будет. Ну, в силу своей тактичности, Наташа так не говорит, что не получится. Она говорит, ну, надо подождать немножко. Надо подождать, да? Да, то есть вот так. Ну, я задумалась, во всяком случае, я что-то такое загадала, что сейчас я не могу сопоставить. Ну, партнерство я там услышала, сотрудничество, это уже прям понятно даже нам. Спасибо вам большое. Спасибо. Так, Наталья, давайте сейчас мы узнаем энергию, что там на выходные нас ждет. Вместе, Женя, послушаем. Давай. Энергия в выходных. Как обычно, первый и второй вариант. Я как всегда первый выбираю. Первый или второй? Какой вариант выбираете, Женя? Второй. Второй, я первый. Ты какой? Так. Ну, смотрите, первый вариант дьявол. Опять-таки, творческие люди на высоте. Эта энергия очень крутая для творческих людей, для людей, которые на массы работают. То есть в этот день, вообще выходные, у вас будет возможность показать себя во всей красе больше, чем обычно. Это хорошая энергия для того, чтобы зарабатывать деньги, родовые связи здесь очень сильные, посетить родственника, взять какой-то совет. Может быть, кто-то даст денег из родственников, дьявол нам тоже дает такую хорошую финансовую подушечку. Но здесь важно не употреблять алкоголь. То есть вот с зависимостью людей нужно быть поаккуратнее и поосторожнее. Поэтому трезвый образ жизни на выходные желательно очень. По второму варианту, эта энергия дает нам... Вообще, это карта работы, но это энергия, которая дает деньги. И если вы вкладываетесь каждый день чуть-чуть в свою профессию, то вы через год можете прям реально поднять свою цену в два раза. То есть это энергия вложения в труд, в работу и в профессию. Поэтому что по-первыху праздников не нужно, что по-второму работать. Но энергия такая благоприятная финансовая. Здесь могут быть какие-то вовлеченности. То есть могут прийти деньги по второму варианту. По-первыху можно. Так что ждем все деньги на выходные. Так что не отдыхать, а вам работать. Да, да. А мы, кстати, так и будем работать. Даже не уже будет работать. Спасибо, Наташа. Спасибо, Наталья. Все. Да, вот и суть одной. Будем осознавать еще. Потом я вот ваши все расклады иду, думаю, точно все. Спасибо огромное. До понедельника. Ну а пока реклама на канале Алма-Атре. Потом мы вновь вернемся к нашей замечательной гости. Ах, это реклама. Так, ну у нас утренняя программа. Зрители от нас ждут, ну, чего-то такого веселенького, бодвенького. Мы сейчас такой шуточный блиц. Узнаем тебя, хоть он и шуточный. И отвечать надо не задумываясь. Это о многом говорит. Иногда что-то такое узнаешь о человеке. Интересное. Так, Женя, ты когда-нибудь читала «Чужие сообщения»? Такое неожиданное. Не идет, не помню. Значит, не читала. Муж читала, да? Не знаю. У мужа не читала. Чужие? Сообщения чужие. Ну, с телефона, например. А, нет, у меня нет времени. Нет, если муж одной, то телефон все равно чужой. Потому что ты живешь. У меня нет времени, если бы даже хотелось. И желания. А главное, нет желания такого. Это самое главное. Ты когда-нибудь прогуливала школу? Да, очень сильно. И все знали об этом, что я прогуливала. Потому что я сидела на втором этаже. Первый этаж школьники. Нормальные занятия. А на втором этаже занималась. И все слышали, что занималась. Все понятно. Пропускали занятия, поэтому стали артистами. У него же не значит, что вы стали пианистом, потому что вы пропускали занятия. Почему? Именно так? Прямая связь. Именно так. Потому что на все плевать, кроме музыки. Все гуманитарщики пропускали занятия в школе, правильно. Особенно физику и химию. Слушай, есть тебе смешной вопрос. Если бы у тебя появился уникальный шанс. Не знаю, в коем случае он будет уникальным. Поцеловать знаменитость. Какую? Кого бы ты поцеловала? Кто бы это был? Все-таки я не такая восторженная. Поклониться кого-то или чего-то? Чтобы поцеловаться. Ну а что? Я бы Чарли Чаплина поцеловала. Не создай себе кумиров. Так. Ой, даже не знаю, мне как-то смешно. Их много. Их много. Хорошо. Ну это, наверное, какой-нибудь композитор, может быть. Нет, я думаю, скорее всего, это Мэрил Стрип. Кстати, многие женщины умные любят ее. Как много о тебе это говорит, да. Значит, Мэрил Стрип, твоя любимая актриса, правильно? Да. Думаю, так. Отлично. У вас что-то общее есть, да? У меня интересно. У меня гулька же моя тоже любит Павел Стрип самую любимую. Так, а ты уходила... Срастые мы, да. Со свидания по выдуманной причине. Что, 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 что? Уходила со свидания по выдуманной причине. Мы тебе вспоминаем твою, видимо, добрачную жизнь. Да. Я иногда с каких-то тоев или концертов ухожу. По выдуманной причине. Это мы все делаем. От телефона можешь отказаться? Нет. Ты смотри, я думала, он скажет легко. Нет, к сожалению. А за кем-нибудь следишь в соцсетях? Не особо. Чья-то жизнь интересна вам? Бывает, сейчас же интересно, вот как-то звезда, звезду... Больше заинтересоваться бы собой побольше, да. Так. Так, кино 80-х или 90-х? Я вообще специалистка по... Не специалистка по кино, потому что я пока росла, у меня мало времени было смотреть. Я названия не помню, актеров не помню. Но только сейчас какой-то пробел восполняют там. Я, например, не смотрела «Игру престолов». Ой, я ее тоже в первую серию посмотрела и закрыла эту историю. «Властелин колец» не читала, да. Зато я «Гарри Поттера» все книжки прочитала. А я, кстати, «Гарри Поттера» не читал, а «Игру престолов» так эпизодически смотрел. Ну, хорошо, ты не знаешь, вот, ты говоришь кинематографу. А вот выбрала бы ты между Роберта Де Ниро или Аль Пачино кто? Роберта Де Ниро. Да. Вот это говорит о чем. А вот... Аль Пачино тоже хорош, конечно. С крестного отца только недавно увидел. Кого? Крестного отца. Да? А вы что, серьезно? Да, да, да. Серьезно, вот я такая темная, да. «Звездные из войны» никогда не смотрела. Не «Звездные из войны» я не смотрела. «Пираты» и «Каримского моря» не смотрела. «Титаник» смотрела, да. А вот это последнее, что было красивое такое, когда это дерево такое. «Дюна» смотрела, мне не понравилось. «Аватар», «Аватар», «Аватар» смотрела. Ты что, в кинотеатр прям ходишь, что ли? Или все-таки? Ну, редко, раз в год, может быть. Смотришь в сети, когда появляешься. «Дюна» случайно посмотрела. Пошла, потому что у меня «Ора» забыла, и мне больше хотелось. Ты «Ора» удержала. Ну, чуть-чуть. И мне не понравилось, потому что я поняла, я не фанат фэнтези. Ну, «Дюна» — это не ваш жанр. Это не мой жанр, не фэнтези. Кстати, это тоже не мой жанр. Раньше я любила фантастику. И вторую только часть. Нужно было первую смотреть, надо было читать. Ну, а какой вид искусства, кроме музыки, тебе ближе тогда еще? Нет, знаете, я в последнее время подсела стендап. Да-ла-ла! Я обожаю. Прям в тему. И я обожаю. Я обожаю последнее время. Последний прям любимчик — это Голым. Голым. Коляк. 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 А потом еще мне нравится Житков. Нравился очень много. Ну, мало у него, но нравится. Я вот интересный. Я говорю, я на вас не потому, что вы любите стендап. Дело в том, что вы попали в ту... Так у нее есть чувство юмора? Да, у меня сегодня прожарка. Меня сегодня прожаривает. А, ты представляешь, стендаперы выйдут? Слушай, пожелай ему, да, что он так волнуется. Я очень долго-долго думал, 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 а потом, да ладно, пойду. Пусть меня прожарит. Они шикарные, да. Женюша, а ты не пыталась что-то писать? А вы хотите быть в прожарке поучаствовать? А что такое прожарка? Прожарка — это когда тебя там вот та-да, трамбят, 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 трамбят. По черному юмору, в общем. Ну, может, я не всегда отреагирую. Да, да, да. Да, но в принципе я всегда готова к этим. Я тогда сегодня пойду, скажу, скажу. А, готова? А, да, 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 это будет бомба. Агишка, Агишка, да. Серьезно, серьезно, классно. Нет, ну, правда, я их читаю, слушаю, есть много еще других. Женский стендап еще не очень воспринимал. Ну, тоже очень. Но это, кто еще стендапер, обожают Торсенбека? Ну, Торсенбека, да. Торсенбека обожают. Ну, юморист, просто. Юморист. Я сто процентов понимаю, что он говорит. Слушай, ну, если тебе нравится этот совершенно сегодня современный вид, я бы назвала его искусство, на самом деле. Ну, это тоже как этот самый знаменитый симпатяга. Абсолютно молодая. Симпатяга, этот, ну, договорим, он казах, да, из России, да. Это же, этот, как он, Сабуров, Сабуров, Нурланд, высокий. Конечно, да. Причем мне муж говорит, я не понимаю, что тебе здесь нравится. А мне страшно нравится. А вам нравится, может быть, это просто реклама, когда он волосы моет отверхать? Нет, мне нравится. То, что он говорит, как он прикалывает. Нет, рекламу я не смотрю, естественно. Жаник, при чем ты это? Это прикол. Я не знаю. Это прикол. Это прикол не восприняла. Я же поприколосая. Я говорю, он же рекламирует шапу. Сегодня над тобой поприкалываются. Жанюш, спасибо тебе большое. Удачи, прям удовлетворение от всего, что ты делаешь. Оставайся всегда такой молодой, задорный, юморной и такой острословый. Заметили, как красиво с ней сказал, я сказал красивый. Так я же тебе должна что-то придач. Да, спасибо тебе большое. А вы сказали, что этот самый переспрашивали, вы что-то писали. У меня вот столько книг. Да, я имела в виду вот в этом жанре написала, либо ты с юмором. Я все собираюсь, я все собираюсь. Вот, ждем. Друзья мои, нам не хватает времени, но мы продолжим. А вам хороших выходных и встречаемся в понедельник. Пока, до понедельника. Хорошего вам дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok